ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 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 Иногда везет Несколько дней подряд всплываешь на ночь, вентилируешься личный состав и весь все офицеры, мичманы дышат свежим воздухом, радуются жизни но солнышко не видят ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ Потом, когда какой-то твой определенный период, который тебе поручено выполнить, в течение которого поручено выполнить задачу, всплываешь полностью, бывает через 30 суток, бывает через 45 суток всплываешь и впервые видишь за 45 суток солнышко, начинаешь очень сильно так ценить саму жизнь, свежий воздух, пресную воду потому что в подводном положении мы в душе или, так скажем, обливаемся только забортной водой но если здесь, в Восемьбалтийском море еще вполне можно нормально умываться, купаться в ней то в Средиземном море умылся, помылся под душем и вся соль на тебе на теле остается в том ее, так вот, хоп, она летит у тебя высох, когда высохнет уже тело обсохнет а пресная вода на всех кораблях в том числе и на подводном подается в определенное время по минутам, по считанным минутам идет строжайшая экономия этой пресной воды потому что она идет в первую очередь на приготовление пищи потом идет на часть работающих механизмов, ну и все-таки уже, наверное, в третью очередь для людей помыться, зубы там почистить Моряки с дизельных подводных лодок чернорабочие военно-морского флота в 50-е годы с появлением атомного флота дизельные подводные лодки стали напоминать золушек из сказки про новый океанский флот а американцы даже на время прекратили их строить если на современных атомоходах есть каюта психологической разгрузки с порхающими попугайчиками и умиротворяющей музыкой то на дизелях нет места где бы человек мог выпрямиться во весь рост а в проходах два моряка расходятся боком прижимаясь друг к другу тельняшками в таком состоянии они проводят по 8-9 месяцев автономного плавания ни разу за это время даже не выглянув из рубочного люка были случаи, когда экипаж вернувшийся на базу лодки поднимали наверх на веревках за долгие месяцы сидения в лодке мышцы ослабевали настолько что люди сами подняться наверх уже не могли на дизелях не служит никто кроме тех, кто начинал там службу но эти уже не уходят и остаются там навсегда под водой наверно близость того, что когда-то ты сплывешь окончательно пойдешь в свою родную базу тебя там встретят тебя там есть кому встретить наверно вот это вот все-таки как-то в море в подводном положении вот эту всю тяжелую рутинную работу наверно перехлёстывает немножко Человеком, который опережал время как минимум на четверть века был вице-адмирал Степан Осипович Макаров это был превосходный тактик незаурядный кораблестроитель и выдающийся исследователь мирового океана впервые он обратил на себя внимание будучи молодым лейтенантом в русско-турецкую войну 1877-1878 годов Россия вступила не имея на Черном море флота по предложению Макарова грузовой пароход русского общества пароходства и торговли великий князь Константин вооружили минными катерами и передали в его командование уже 12 августа 1877 года с помощью минных катеров Макаров взорвал турецкий броненосец Ассари Шевкет в этой войне Макаров впервые в мире успешно применил самодвижущиеся мины так тогда называли торпеды смелыми и решительными действиями ему удалось поставить на колени сильный турецкий флот и утвердиться на Черном море я застал тот момент когда Балтийский флот переходил на Андреевский флаг как раз пришел в тот момент когда вечером спустили военно-морской флаг а с утра на день флота в 92 году подняли Андреевский флаг ну историки это с восхищением встретили военные моряки которые помнят военно-морской флаг советский военно-морской флаг не с большим восторгом все это восприняли и сейчас я вам должен сказать офицеры старшего возраста уходя на пенсию если есть возможность берут военно-морской флаг под которым они служили я Андреевский есть даже над кроватями висит над диванами с одной стороны Андреевский с другой военно-морской флаг фотография корабля лишь штурвал не служил офицером Кронштадт колыбель российского военно-морского флота он помнит как на него необжитый остров в финском заливе вступил великий Петр как заложил здесь верфи как по соседству в одной-двух милях от Кронштадта стали возникать искусственные острова форты на которых Петр размещал береговую артиллерию защищая морскую дорогу в новую столицу России Петербург здесь закладывались одни из первых парусных кораблей отсюда уходили в дальние походы русские мореплаватели сюда возвращались с известиями о победах над шведским флотом русские эскадры здесь в двадцать первом году военные моряки подняли мятеж против новой революционной власти отсюда в последнюю войну их боевые товарищи уходили защищать блокадный Ленинград здесь укрывался флот и отсюда уходил в Балтийское море топить неприятельские корабли и подводные лодки Кронштадт нет в России места более связанного более погруженного в историю ее военно-морского флота там до сих пор сохранились петровские верфи переоборудованные сначала под паровой флот затем под современный и если 300 лет назад Петр рубил окно в Европу через Балтийское море то задвижкой на этом окне был и многие годы оставался Кронштадт город моряков город кораблей город военно-морского флота знаю много этих традиций они так в повседневной жизни вроде бы на них внимание не обращаешь они волей-неволей вырабатываются с годами это становится повседневной реальностью наверное привыкаешь к этому всему потом без этого наверное всего в общем и целом не можешь наверное дальше жить, служить часто нас бывают здесь родители матросов и когда они своими глазами видят в каких условиях мы здесь служим как мы служим в общем-то начинаешь как-то понимать что все-таки ну есть те маленькие какие-то моменты ради которых может быть стоит служить дальше можно Моцарта соединить можно можно если постараться дотянуться до этих октав Рахманинова можно хачатуряна можно вальс играть из маскарада да я закончил музыкальную школу по классу фортепиано можно и в четыре руки с женой она тоже захочет музыкальную школу вот музыка и флот военный они как бы казалось бы они несовместимые вещи ну может быть сейчас несовместимые а раньше традиционно было офицер умел играть на рояле умел под гитару спеть популярный городской романс сейчас меньше конечно меньше всего этого осталось меньше стали песен писать о море ну сейчас же популярная музыка не та которая на флотах а последняя песня вот о море там шумит волна все последняя песня в 50-х годах написали остальные считаются строевыми мы их только в строю поем ну я и 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 нет Я могу вам привести массу примеров, когда офицер не может даже громко дать команду, вы понимаете? Но его все понимают, его слушают с полуслова. Я могу вам назвать офицеров, которые занимаются живописью, которые пишут дневники и, может быть, как Покровский когда-то опубликует эти книги. Есть офицеры, очень грамотные. Очень грамотные. Екатерина II любила повторять, в России за что не возьмешь, везде дело рук Петра видно. Действительно, Петр разложил многие флотские традиции, дожившие до наших дней. Это церемониалы спуска корабля на воду, производство офицеры, проведение торжеств и парадов по случаю одержанных побед. В морском уставе 1720 года есть такая статья. Капитанам или командирам кораблей не стрелять из пушек по неприятелю, прежде, нежели они только близко подойдут, чтобы можно было вред учинить. От штрафа, отнятия чина, ссылку на галеру или под потерянием живота по рассмотрению дела. Вот откуда в русском флоте берет начало традиция вести сражение на дистанции пистолетного выстрела. Ей следовали и всегда добивались побед и приносили славу русскому оружию выдающиеся флотоводцы. Адмиралы Ушаков, Грейг, Синявин, Гейден, Нахимов, Бутаков и многие другие. Да, наверное, все-таки патриотизм за дизельную подводную лодку и есть. Ну и главное, что у нас все-таки взаимопонимание между офицерами есть здесь. Не секрет же, что на одной подводной лодке молодые офицеры приходят и определенное количество времени, они, ну может быть, не в режиме матроса, но не в режиме офицера еще ходят. А у нас с первых минут он офицер, с первых минут он офицер. Хотя он еще что-то не умеет, но к нему отношения как к офицеру. Отношения матросов, отношения старших офицеров. Поэтому, наверное, здесь каждый чувствует себя, да, я офицер. Я сделал выбор, да, не в пользу музыки, не в пользу такой жизни, да. Потому что в 86-м, в 85-м году мне считалось престижным очень служить, быть офицером. Я видел офицеров, идет с женой, это сразу видно офицеру. Посмотрите, мне родители говорят, посмотри, посмотри, какой идет офицер. Как форма, да. А посмотришь фильм офицера. Ну, посмотрите, люди старшего поколения до сих пор плачут. А сейчас, вы понимаете, ценности изменились, интересы изменились. Теперь говорят, о, посмотрите, офицер идет. Да, я вижу офицера. Печальный, грустный. Я за одну минуту твоего оборота ходит. У него нет кредитных карточек. Понимаете, он не заходит в суперсиву, не покупает себе ничего. Он не ездит на роскошных автомобилях. Но непонятно до сих пор, что же этого офицера держит в нашей структуре. Ну, понятно. Иногда даже сам себя не понимает. КОНЕЦ Кто, какой мальчишка 60-х, 70-х годов не мечтал стать офицером, летчиком, моряком? Блестящие погоны, могучая техника волновали воображение и звали туда, где всегда, казалось, есть место для настоящего мужчины. А сознание высоких и расхожих слов о долге перед Отечеством, необходимости защиты интересов страны и ее народа приходят потом, в зрелом возрасте. В 17-18 лет все видится иначе. Мы продолжаем играть, не вкладывая в эту игру реального смысла. Так же, как в детских играх войну, прицелившись в приятеля из игрушечного ружья и крикнув ему «ты убит», хотим, чтобы тот немедленно поднялся, и игра продолжалась без конца. Мы помним эти игры. Не в акционерное общество и не в фондовые биржи. Мы играли в войну. И потом, когда наш детский приятель поступал в военно-морское училище, одевал погоны, садился за пульт настоящего, реального оружия и ловил в прицел своего потенциального противника, мы понимали, что он остается тем же, так хорошо знакомым нам мальчишкой из соседнего подъезда, не желавшим ни смерти, ни горя своему новому противнику, но лишь своей победы. Задача командира, задача всего экипажа, чтобы с прибытием в Средиземное море оторваться от тех всех сил, которые тебя все это время сопровождают, пока ты идешь в надводном положении, и применить там какую-то хитрость, свое мастерство, уклониться от них, погрузившись с наступлением темноты, ну, идти от всех преследователей. Ну, все это, конечно, с позиции потом уже, многих лет, оцениваешь, в общем-то, как игра получается. Где-то на уровне, наверное, игры с орницей, орленок там. Ну, в то время было очень серьезно. Это, во-первых, я говорю, это кропотливый труд, это бессонные ночи, потому что каждые сутки, в общем-то, приходилось спать не более, там, четырех, ну, максимум пяти часов. И когда это все наслаивалось неделями, месяцами, ну, люди, конечно, валились от усталости. И все-таки, вот ты, говоришь, не уходишь, да, со службы? И не понимаешь, что тебя держит. Ну, вот как? Вот это, может быть, можно как-то пощупать, потрогать. Как вот это повезти? Вы знаете, меня, вот я честно скажу так, лично меня здесь держит долг перед своими родителями, перед родителями жены. Лично перед ними я в огромном долгу, и я обязан оправдать их надежды. Ну, они хотели, чтобы я стал офицером. Чтоб я честно, прилично служил, чего-то добился. И поэтому, если я этого не сделаю, я прежде всего буду неправ по отношению к ним. В море? Ну, все-таки, наверное, хочется. Наверное, хочется, потому что, во-первых, мы застоялись уже здесь, в базе. Во-вторых, ну, наверное, где-то как-то нужно оправдывать перед всеми окружающими, что ты все-таки подводник, что ты морской офицер. Мы же все-таки ходим в морской форме, с черными просветами. Надо ходить в море. Субтитры сделал DimaTorzok